Проект строительства мечети в Симферополе, яхт-клуба в Евпатории, социальные скульптуры. Все это представили архитекторы Крыма, Краснодарского края и Ростовской области на выставке, которая прошла в Крымской республиканской научной библиотеке имени Франко. Мероприятие было приурочено ко дню архитектора. Всего на выставке представлено около 40 проектов, как больших, так и маленьких. Одним из самых интересных замыслов может стать эта социальная скульптура «Городской сундук». По задонке автора, когда сундук наполнится деньгами, глава города вскроет его и отдаст деньги одному из нуждающихся жителей Симферополя. Студенту Вячеславу выставка понравилась. Хотелось бы, конечно, чтобы больше молодых архитекторов привлекали, больше показывали их работы. Вот мы видим один из вариантов строительства соборной мечети в Симферополе. Будущее культовое сооружение станет яркой достопримечательностью не только Крыма, но и всей России, а, к следствию, перспективным туристическим объектам. Городостроители нашли решение вопроса транспортной развязки, позволяющей обслуживать больше верующих и туристов. Мы поднимем мечеть на Стеллобат. Стеллобат – это возвышенность над сооружением. И под всей территорией Стеллобата будет огромнейшая парковка на 400-500 машин. А внимание одного из посетителей привлекла модель городского рынка, расположившаяся на этом же стенде. Прекрасное архитектурное решение, конструкции, задействованы технологичные материалы современные. В архитектуре видно влияние колотравы. Найти инвесторов, вывести архитектуру на новый уровень, затем увеличить поток туристов в Крым за счет возведения новых достопримечательностей. Такой сценарий развития и облагораживания крымских ландшафтов видят архитекторы южных регионов России. Марина Румянцева, Дарья Скобеева, Андрей Трещук. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова